А ну-ка, девушки! Телепроект из прошлого века и сегодня остается актуальным. Вот правда, уже без комсомольской выправки, вместо сцены ДК, ночной клуб с баром, музыка громче, да и юбки короче. И все же, впервые в городе конкурс «Мисс Студенчество» при поддержке клуба «Матрица» и добрых спонсоров состоялся. Но несмотря на обилие призов и подарков, пройти весь путь к успеху решились только три претендентки, и оказалось совсем не напрасно. Под музыку и аплодисменты участницам нужно эффектно представить себя, учебное заведение и на десерт блеснуть талантами в модном дефиле, что на стадии подготовки, по словам организаторов, вызвало наибольшие трудности. Забывали почему-то, как им встать. Вот для этого расслабиться и почувствовать себя уверенно, вот именно в этой части конкурса им было довольно-таки сложно. Сложно всегда, когда нужно изменить себя, сломать привычные стереотипы и комплексы, вот просто взять и выйти на публику, да еще и сказать о самом сокровенном. Создан для тебя я, Кирилл. Я тебя люблю. Откровенное признание тронуло всех. Особенно для жюри выпала очень сложная миссия. Ведь из трех по-своему прекрасных участниц, которые пели, говорили и красиво двигались, нужно было выбрать одну – Кингисепскую «Мисс Студенчество». Первая мисс студенчества Ксения Кириллова серьезно готовилась к выступлению на конкурсе. Служным для нее оказался вокал, долгие поиски песни, репетиции и все же победа – самый главный зачет в настоящую жизнь. Это классно, это супер. Это вам даст огромный опыт. И много, масса классных просто впечатлений. Впечатления и оптимизма у спонсоров и организаторов первой коронации студенчества должно хватить на зарождение традиций в нашем городе. Место проведения, желания меценатов уже есть. Осталось дело за малым. А ну-ка, девушки! Вячеслав Горовой, Андрей Козлов, Кингисепское телевидение, Ям-ТВ. Продолжение следует...